МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом церемонии отбылся мини-концерт с уделом селетних лауреатов. Виртуозное выканание композиции на самых розных музычных инструментах яща раз подкресливая, что гомельская земля – богатая на таленты. Молодые артысты уже зараз являются заправдными зорками, якими гонарыца гомельщина. Надзвычайный полномочный посол Израиля у Республиции Беларусь Алон Шогом у першиню после назначения на посаду наведал Гомель. Программа визита утрымливала шерох предприемства и объектов социальной инфраструктуры. Первый пункт в программе визита израильского посла Алон Шогома – городский национальный науково-педагогический комплекс «Атиква». Это одна установка в нашей стране, в которой выучают не только традиционные предметы, но и еврейскую литературу и урыт. Три дошкольные группы и четыре классы початковой школы наведываются маль 170 детей. Посол Израиля знакомился с научальным и выховавчим процессом и дал высокую оценку работе коллективу. У протяг визиту Алон Шогом наведал картинную галерею Гаурила Вашенки. Дякуючи посольству Израиля, тут открылся международный выставочный проект фотографа Дафны Таль. Выниками ее трехгадовой працы стала экспозиция «Замаль 40 работ», которые раскрывают богатую спадшину православной церкви на Святой Земле. На презентации посол отзначил, что сейчас рихтуются и другие агульные проекты двух стран. Например, выставы работ белорусских мастаков на Израильской земле. Волонтеры и активисты областных организаций БРСМ и Белорусского товариства Червоного Крыжа приймуть удел у акциях по наведению парадки на землю и доброупорадкованной территории. Активисты руху «Доброе сердце» БРСМ организуют працевные десанты по доброупорадкованию и озеленению населенных пунктов, зонмассового отпочинку, парков и скверов. А волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства Червоного Крыжа у свою чергу выступили за инициативой, допомогу навести парадок на территориях приватных домов-данев одиноких пожилых граждан, ветеранов войны и працы. По час акции «Утульный дом», якая стартует сьогодняя, волонтеры Червоного Крыжа допомогут у подрыхтовцы участков до весны, адрамонтуют платы, дахи и фасады домов, подрежут древы, займутся уборкой дворовых территорий. Консультативную допомогу по догляду за тяжкохворыми и со старелыми на дому, а так само по пытаниях догляду за детьем первого года життя, будут оказывать у Гомельске медицинским колледже, установа запуская працу гарачей телефонной линии. На пытание будут отказывать высококвалификованные специалисты с великим опытом работы. Звертаться можно по ауторках и четвергах с 15.01 до 16.30, по номеру телефона, який вы зараз бачите на своих экранах. У Гомельске областным драматичным театры на этом тыне отбылась премьера спектакля «Древы помирают стоячи». Обачить постановку можно 26-го соковика, так само 9-го и 14-го красовика. На сцене разгорнулася цікавая или крыху заблытанная история про выборы морального шляха и житевой дороги. Эта пьеса у шероху классичной драматургии 20-го стагодя написана у 1949-м годзе испанским драматургом Алехандро Кассоной. Спектакль, о кем можно знайсти, адлюстрование усих библейских заповедев. Характер, биография, лес – усе гэта просочивается угольнее актеру. Пытания, узнятые у спектакля, застаются без отказу, и гэта дает глядочам хлебу для разважания. На мане Жигомельского державного цирка стартовала новая шоу-программа «Инзира». Шикованные костюмы, оригинальные декорации и каскад неверогодных труков. У вазе гляда шоу забавляльные комичные номары клоуну и выступлений жанглеров, эквилибристов, поветранных гимнастов и акробатов. У центра яскравого циркового действа «Инзира» экзотичные живелы. Верблюды и ламы, пумы и львы, пантеры и собаки, малпы и дикообразы, дорослые скакуны, карликовые пони, розноколяровые попугаи, ягуар, питоны, навод крокодил. Бадай самая уражливая дейючая персонажи шоу – слоны. Гэтые массивные, на перший погляд тяжкие, на подъем живелы, грандиозно и вытанчанно выконывают самые складанные цирковые труки. Фьерышный аттракцион представляет дуэт брата и сестры Андрея и Анастасии Дзяменцевых-Карниловых. Гэтые молодые артысты – продаужальники знакомитой дынасты и дрессировщиков. Сёня на телеканале «Беларусь-4» ведучие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажутся об новых видах дейностей и профессиях у сферы жилево-коммунальной господарки. Який юнгомельский ландшафтный дизайн, кто таких хаус-майстр и як сучасные клининговые компании супрацовничают с коммунальными службами. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёня у 20.35 на телеканале «Беларусь-4». Телефонуйте у студию «Прамога-эфиру» 37519.